Снег уходит, но обещает вернуться уже в виде воды. Последние дни на Алтае стоят плюсовые температуры. В предгорных районах запасы снега местами в полтора-два раза выше нормы. Региональная МЧС уверяет, к приходу воды готовы. Мобильная группа уже прибыли в Шипуновске, Бийские районы. Сегодня их число увеличит еще на 100 человек. Они закроют Бийскую, Петропавловскую и другие проблемные зоны. Группировка будет задействована таким образом, чтобы прикрывать не один муниципальное образование, не один муниципальный район, а сразу несколько. Мы отправились в микрорайон Затон. Здесь люди в принципе живут от паводка до паводка. И так привыкли, что относятся к возможному буйству природы с юмором. Ждете вообще паводка в этом году? А кто его знает? Ну придет, не расстраивайтесь. Он придет к нам в июне, а может в июле ночь. Мы этот не боимся паводок. Чего больше боитесь, коронавируса или паводка? Я на втором этаже ничего не боюсь. А отменили уже, не будет его. В землю ушла вся вода уже. Земля встала и была. А вторая волна? Ну вторая, может быть. Синоптики насчет второй волны не строят пока даже приблизительных прогнозов. Слишком рано. Более того, с первой волной, понятно, далеко не все. С одной стороны, есть шанс, что вода быстро уйдет в непромерзшую землю. Но возможен и другой сценарий. Много будет зависеть от именно того, будут ли у нас сильные осадки в период активного снеготаяния или нет. Если, не дай бог, зайдет циклон с обильными осадками, то мы можем получить в отдельных зонах и паводковую обстановку. Достаточно серьезную. В ближайшие дни воздух днем будет прогреваться до плюс 17-18 градусов. Кроме того, ночью тоже будет устойчивый плюс. Александр Люцегер пояснил, что при таких же снегозапасах и с такой же температурой, в 2017 году первая волна прошла довольно спокойно. Но как бы то ни было, следующая неделя должна решить, быть паводку 2020 или нет. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.